Ребят, всем привет! По мне да картина маслом тут, но, наверное, стоит пояснить. Значит, смотрите, что у нас тут происходит. Вот здесь вот, вот здесь вот, минималка старшего фрейма. Вот. Вот здесь вот этим отскоком. Здесь, кстати, тоже минималка, только здесь минималка меньшего фрейма по отношению к этому. Да? Минимал, которого мы здесь видим. Это меньший фрейм, значительно меньший. Но он старший по отношению к минутке. Поэтому тут тоже, как бы, вот это место мы можем рассматривать и должны рассматривать. И здесь мы что видим? Вот мы отсюда отскочили, но мы не дошли здесь на тест этой минималки. Потом провалились. Здесь, значит, отрисовали ложный здесь, да, набили кое-какой объемчик вот здесь вот. И от этого объемчика поехали вверх. И вот здесь вот то, что я зашел, да, это вот, как говорится, бес попутал. То есть здесь стоп абсолютно закономерный. Это не какой-то, ну, скажем, там, системный стоп. Это стоп просто из-за того, что чего-то не додумал, не досмотрел, поторопился. То есть это ошибка, которая трейдеру всегда стоит стопа. Но он закономерен абсолютно. Значит, здесь что нужно было ждать нам, по идее? То есть вот у нас появляются границы диапазона локального. И мы понимаем, что если мы отсюда пошли, то мы должны ждать расширения вот этого вот, вот этой вот штуки, да. Причем упираться мы должны куда? В тест этой минималки вот здесь. Поэтому вот второй вход, он был правильный уже здесь, да. Вот, теперь мы сидим, смотрим, как мы разыграем вот эту штуку. Потому что здесь объемы нормально набили. Он примерно адекватен или сопоставим с объемом, который мы набили вот здесь. Поэтому ситуация и расклад сейчас какой. Есть некий объем лонговый, от которого мы пошли. Есть объем, который набит был вот здесь. Он значительно больше. Чем объем, который был вот здесь. Его мы вытащили наверх, да. То есть вот этот объемчик мы вытащили наверх. По факту мы видим по графику. Теперь дальше. Здесь мы набили еще какой-то встречный, да. Который, собственно, вот, ну, можно сказать, является защитой всей вот этой штуки, да. И теперь мы идем ниже. И вот сейчас интересно, как мы продавим вот эту штукенцию. То есть мы сейчас ее, если продавим вот сюда, то мы можем отскочить куда-то сюда, примерно здесь нарисовать ложный пробой верхней границы объемной зоны, а потом сходить еще ниже на обновление лоя. По крайней мере, картинка, которая сейчас сформировалась, говорит о том, что вот этот объем, который вот здесь на верхах, он значительно больше, примерно в два раза, чем вот этот объем, понимаете. Поэтому, по идее, мы будем давить ниже. Вопрос лишь только в том, продавим ли мы вот эту серединную часть. Потому как, сами понимаете, здесь может что произойти? Мы вот эту серединную часть продавим сюда. Причем продавим ее не сразу, а как бы будем давить долго. То есть вот так вот сходим, да. Потом еще сходим сюда, потом сюда. А потом продавим, сделаем ложняк вот этого вот, да, вот здесь. И потом можем пойти выше. То есть здесь еще поднаберем чего-то, да, и пойдем выше. Вот, но будем посмотреть, как это будет происходить. На самом деле, просто интересно, да, что из этого получится. Вот, по факту. Но, по крайней мере, картинка вот такая. Как бы я это так вижу. Ну, а там посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok